Студент 4-го курса очной формы обучения подвел доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Сааранского кооперативного института на скамью подсудимых. Молодой человек не посещал занятия, а когда пришло время сессии, предложил Татьяне Громовой вознаграждение. 29 мая прошлого года доцент дала свое согласие. Получила в качестве коммерческого подкупа денежные средства в сумме 28 500 рублей от студента за проставление ему зачета по дисциплине наследственного права без фактической раздачи. Коммерческий подкуп о невзятку следователи вменили доценту из-за того, что кооперативный институт не является государственным высшим учебным заведением. Это автономная некоммерческая образовательная организация. И Громова здесь представляла юридическое лицо. Страна государственного обвинения просила признать ее виновной в совершении данного преступления. Просила назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев со штрафом, равным 30-кратному размеру коммерческого подкупа, а именно в сумме 855 тысяч рублей. И с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на срок 3 года. Но с учетом того, что подсудимая полностью признала свою вину, с учетом наличия смягчающих наказаний о постояле, с учетом наличия явки с повинной, активность по собственной раскрытию и расследованию преступления, с учетом наличия у нее хронических заболеваний. Страна обвинения посчитала возможным попросить применить статью 73 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание условно. С статанным сроком на срок 4 года. 10 февраля, спустя два месяца после начала рассмотрения дела, судья Ленинского районного суда огласила приговор преподавательницы. Татьяна Громова была признана виновной в коммерческом подкупе и приговорена к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Также на протяжении 24 месяцев она будет лишена права заниматься преподавательской деятельностью. Приговор в законную силу не вступил.